заплатили в токенах поэтому они теперь это бесценно да и биткоин крадется и раньше на столбах клеили просто бумажки с отрывными телефонами самая волнующая новость недели объявил буквально на этой неделе что они выпускают свою валюту да я в туалете по моему когда-то видел нечто подобное друзья приветствую и вот мы снова в этой студии главный аналитик вьетнама хом як он же андрей великий он же автор канала с мемасиками крипто хомячки или хомяки хомяки ты их так ласково учить хомячки 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 ну вы знаете хомяк уже не тот он раньше был жирный длинношерстный а теперь уже жалкое подобие мелкой лабораторной крысы мне наоборот кажется что те хомяки которые выжили и прошли вот это крещение огнем 2018 они такие знаешь зубастые крепко сбитые прошла еще неделя и bitcoin крадется к цифре в 4000 мы искренне надеемся что к моменту когда вы посмотрите это видео он все-таки обновит high уровень локальный максимум локальный максимум да будет локальный максимум и продолжится наш вот хорошее слово мне подсказали значит в бейсболе есть хомран а у нас значит новый хомран мы его можем уже считать открытыми я предлагаю начать с главной темы вот этой недели которая волновала наверное наших зрителей больше всего это закрытие посольства биткоин в украине самая волнующая новость недели да мы как раз писали дайджест и вот эта новость меня взбудоражила я взбунтовался но я вижу в этом больше символизм вот это вот борьба государства с децентрализованной криптовалютой она просто переходит значит на новый уровень завтра когда все улицы будут в огне и люди соберутся на майдан мы выйдем и скажем не мы начали эту войну я прям вижу как главные деятели биткоин движение пишут открытые письма правительству как бы но то но но то претензия такая серьезная вообще отменяют просто любые политические связи кстати мы продолжаем нашу рубрику это уже четвертый выпуск поэтому это можно считать постоянной рубрикой полезных советов и в рамках этой рубрики я хочу предложить вам рекламироваться если помните раньше на столбах клеили просто бумажки с отрывными телефонами поэтому не поздно собственно переформатировать рекламу по продаже майнинг ферм вот эти вот красивые большие конструкции снимаем на бумажке пишем и мы даже как вы видели во врезке работаем над нашим мерчем развиваем адаптируемся под нынешний рынок раз я думаю когда вы посмотрите этот выпуск мы уже съездим на конференцию винница 2020 на знаменитый руфтоп на знаменитый руфтоп да значит в связи с объективно кризисом в криптоиндустрии но люди все равно хотят собираться на какие-то встречи частности в украине я не застал этот момент но мне друзья рассказывали что все начиналось с сатоши сквер когда люди собирались просто в парке на лавочке и говорили про сквере до разговаривали про криптовалюты я подумал что было бы неплохо оживить настроение на крипто тусовках с помощью каких-то игр ну вот раньше там диско диджеи кокос веселуха вот эти все вещи надо как-то адаптироваться поэтому можем вот я смотрю у нас в офисе есть например настольная игра вот блеф можем как-то сделать какую-то такую тематическую вечеринку поиграть в игру а можно еще чтобы даже такие штуки не не покупать можно играть как знаешь игру в городах да на например на крипто манер вот давай я начну bitcoin на 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 но офигеть закончилась игра хотя койн маркет кап с нами давно не согласен там омой с гоу есть 3000 защи коинов которых там можно в общем да выбирай не хочу выбирай не хочу кстати про просьбу сейчас новости откладываем просили нас немножко поговорить про арбитраж в комментариях написали что осветите пожалуйста тему арбитраж не не знаю в крипто хомяках мы можем только осветить там перекрестить по-моему но тем не менее у тебя есть какие-то соображения но арбитраж жив это же чудесный арбитраж это раньше какой был арбитраж а раньше арбитраж был такой купить раньше продать позже арбитраж на времени и я думал что между биржами когда переливались монетки может быть это имелось ввиду и нет что имеют ввиду понятно что сейчас уже остался только такой когда у тебя в одном месте купить в другом месте быстро продать а раньше арбитраж был проще вот и арбитражил время арбитражил время но теперь ты арбитражишь не это не эффективности рынка так вот возвращаясь к новостям джейпи морган который как мы знаем большой критик большой любитель большой любитель битка крипты в целом объявил буквально на этой неделе что они выпускают свою валюту и теперь я так понимаю это будет сразу следующая в коин маркет капе после эль петра дана там где-то там рядом будет идти с ним ты бы прикупил себе джейпи морган коинов они будут стейбл коинами поэтому очень сомнительная инвестиционная а чему к чему они будут привязаны ну я догадываюсь что к доллару они будут один к одному как тезер ну например чтобы так добавить какой-то элемент хаоса мне запомнилось у меня была такая жизни вот без приколов изменяющая мое осознание финансовой системы встреча на подоле это было может быть подолота район в киеве наверное не так важно возле какого-то еврейского кафе ко мне на встречу приехали люди но очевидно такой бандитской внешности то есть это были такие бандиты евреи вегетарианцы такая интересная как бы вообще комбинация и речь зашла про банки и один из них так повернулся хотя он видел меня первый раз в жизни он так очень паотически он говорит андрюша андрюша говорит запомни если ты отдал деньги в банк это уже не твои деньги и у меня так щелкнуло в голове я думаю что вот после этой встречи как раз она вот вызрела именно в занятия криптой но я банком в принципе не очень люблю свои деньги отдавать они действительно становятся не твои а вот брать в банка в одно удовольствие причем когда ты берешь маленькую сумму это еще наверное с твоя проблема ее вернуть когда ты берешь большую сумму это уже явно их проблемах кто-то из таких великих говорил то ли по моему чуть ли не трамп или в обсуждении как раз вели когда что когда ты берешь значит у банка там тысячу долларов это твоя проблема. Когда ты должен банку миллиард, так это как бы уже проблема банка, что абсолютно логично. А нельзя как-то это как ICOшники обнулить и сказать, ну я ваш долг токенизировал и на листинге вертел. По-моему, нормальная тема. Сказать, ну всем все, что я вам должен, я вам все прощаю. Всем прощаю. Но я боюсь, что это в реальной жизни несколько хуже заходит как бизнес-модель, и хотя мы знаем на примере и Украины, и у России, что у крупных банкиров периодически вот это такое волшебное оп-оп-оп, списали, деньги пропали, там куда-то, помнишь, у нас там 4 миллиарда, по-моему, долларов куда-то выиграли. Так в таких случаях действительно много было. Да, и оп-оп, и все нормально. Samsung сказал и презентовал телефоны, в которых будет встроен кошелек криптовалютный. То есть вот он, Mass Home Action, значит, которого мы все ждали. Я думаю, что было бы неплохо, ну, во-первых, я бы на месте Samsung, Samsung, вот если вы нас смотрите, значит, мы опять-таки рады вам помочь, поддержать. Airdrop-ните по всем держателям ваших телефонов, в ваш же wallet свои же токены. Мне кажется, начало... Это проверенная схема. Проверенная схема. Мне кажется, я такое где-то слышал. Где-то слышал. Залиститесь на корейских биржах, вам там, в принципе, недалеко по Сеулу. Друг к другу подъехали, перетерли и погнали. У меня была идея еще на этой неделе сделать полезный виджет для телефонов. Если ты смотрел когда-нибудь виджеты по прогнозу погоды, там написано, сейчас на улице, значит, солнечно, плюс 5, ощущается, как плюс 10. Так вот у меня есть следующее предложение. Значит, сейчас у нас курс биткоина 3910 долларов. Ощущается, как 2700. А во время этого хомерана ощущается, как 5500. Как 5500, да. Он так... Он ощущается. Он так убедительно пошел. А, кстати, на самом деле была бы очень полезная туза, если его правильно сделать. Вот вы задавались вообще вопросом, почему когда биткоин, например, падает вниз с 19, вот я, например, считал, что я по 11000 докупаю на дни. Докупаю на дни. Сейчас, если он вдруг каким-то чудесным образом станет 11, я уже буду продавать на хаях. То есть ощущения разные. Вот именно об этом ощущается. Я очень удачно усреднился. Очень удачно. Неоднократно. Я усреднился по 15, потом усреднился по 13, усреднился по 11, усреднился по 9, усреднился по 7 с копейками, по 5 300 и по 4. Ну, нормально. Осталось по 2700 еще до усредняться и будет в самый раз. А потом я зафиксирую профит, чувствую где-то на 2200. Зафиксирую профит всех своих усреднил. Кто-то обиженно написал в комментариях, дескать, вот вы шутите над людьми, которые купили D3. Так мы тоже купили D3, просто чтобы вы были в курсе. И кроме того, как шутить над этим, я не очень понимаю, что еще можно сделать. Можно воздух греть. И то, по-моему, это в минус будет. По-моему, дешевле их даже не включать. Это будет в минус. Значит, мы часто сейчас вспоминаем о том, что майнинг все. Но, как показали события этой недели, в общем-то, он не для всех все. Если вы следили за ними, то кто-то отправил достаточно крупную сумму в эфире и перепутал поле количество денег, которое он отправляет, и поле комиссии майнеров. В итоге там, по-моему, тысяч сколько? Сейчас я проверю даже. Там было 300 с чем. Да, 300 с чем-то долларов. 300 с чем-то тысяч долларов. Это была комиссия за отправку, там, по-моему, полудолларов. Поэтому кто-то из майнеров, которые смайнили это, даже некоторые пулы, они выплатили, а другие заморозили. Так причем, понимаешь, транзакций было несколько. То есть я не думаю, что это он руками ошибся и не туда вбил. А почему? А может быть, он любит страдать. Он так, раз, хопа, 50 тысяч долларов заплатил за транзакцию, хопа, еще раз. А мне кажется, это настоящий труп криптан. Он поддерживает майнеров, когда им тяжело. А мне кажется, это вирусная реклама Виталика Бутерина. Виталик стал сам, он подумал, что люди перестают майнить эфир и надо что-то с этим сделать. Он так, опа, 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 и типа он не при делах. Ну, учитывая, что он более-менее, скажем так, ясно стало, сколько у него эфира, порядка 300 с чем-то, 150 тысяч эфирок, по-моему. Кому стало ясно? Публично стало. То есть мы сделали аудит всех, значит, кошельков эфира. Тут вышел Виталик и говорит, вот это мой. Мы говорим, ну ладно, вот это твой, да, хорошо. Ну, примерно так и происходило в Реддите. Да, ну, слушай, ну на 50 лямов эфирочек. Слышь, если он их сольет в стакан маркет-ордером. Опа. Ну, где такой стакан найти, чтобы туда это слить? Знаешь, это стакан, который не наполовину полон и не наполовину пуст, а стакан, из которого фонтанирует вверх. Да, я в туалете, по-моему, когда-то видел нечто подобное. Оно тоже вот так фонтанировало. Пришлось сантехника вызывать. Слушай, а может Виталик еще так ненавязчиво намекает на ОТЦ-сделку? Говорит, ребята, у меня там столько-то эфира. Приходите. Рубрика полезных советов на канале Криптохомяки. Если вам нужно отмыть деньги в эфире, пожалуйста. Ну, это же гениальная история. Ты эти деньги потратил на комиссию. На комиссию майнером. Ну, тебе даже в налоговую можно даже декларацию сдать. В раздел убытков. Да. И еще сделать себе налоговые вычеты. Вычеты, конечно. Потому что ты, значит, да, этот эфир куда-то послал. Да. А кто-то, ну, кому-то анонимному и неизвестному просто прилетело за его майнинговые труды. Как было в анекдоте, девушка, как вы стали валютной проституткой? Вы знаете, просто повезло. Вот, друзья, у нас есть предложение. По аналогии с сурком, который оборачивается и видит свою тень, и зима продлится еще какое-то неизвестное количество времени. Мы можем завести здесь, у нас в офисе хомяка. И мы будем делать прогноз, кто будет с курсом в зависимости от его поведения. Например, в ту сторону побежал – курс упадет. В эту сторону побежал – курс вырастет. Ну, или наоборот. Как вам такая идея? И если вам эта идея заходит, расскажите, пожалуйста, в комментариях, какого цвета вы бы хотели видеть хомяка и с какими аксессуарами. Может быть, ему колесо купить или припло, может быть, ему подкупить. Да, ты знаете, вот если вы трейдите, у вас там разные индикаторы, и вы же еще руководствуетесь всякими фундаментальными штуками новостными. Раньше у вас был вот фуд и фомо, а теперь у вас будет еще хомо. Хомо. У вас будет хомо. И у вас будет дополнительный индикатор. Мы вам будем делать живые трансляции. Вы сможете трейдить четенько по хомяку. Ну, понятно, это пока будет бесплатно. Потом мы подумаем, как это коммерциализировать. Платный канал с сигналами хомяка. С сигналами от хомяка. Или живые трансляции. Вот откроем. Ну, был же в свое время хороший бизнес с порносайтами. Живые трансляции. Ну, вот сделаем, соответственно, живые трансляции из нашего офиса. Да, вы можете кинуть, например, эфирки на адрес. Эти эфирки попадут к хомяку, а мы будем просить хомяка что-то для вас изобразить. Все это сделаем на смарт-контракте, чтобы было честно. Честно. Потому что блокчейн – это прозрачно. Блокчейн – это прозрачно. Окей, друзья, давайте на сегодня финалиться. Новость была богата смешными новостями. Мы массами всевозможными глупостями, которые происходили, несерьезными штуками. Поэтому пока так и будет продолжаться, нам есть чем заняться. А пока мы все сидим в сильно обветшавших портфелях, в общем-то, ничего другого, как смеяться на злобу дня, нам и не остается. Собственно, по аналогии, вот, может быть, вы думали, что символизирует вот это растение на нашем столе. Так вот, символизирует оно следующее. Как говорится, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Так вот, это про нас и крипту. Так и есть. С вами был Андрей Великий, он же Хомьяк, Дмитрий Карпеловский. Приходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик, получайте информацию первыми. Чао, чао. 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 Чао.